Здравствуйте, уважаемые зрители! В этом видеообзоре мы продолжим рассматривать возможности украинской и российской армии по противотанковому вооружению, в частности, по одноразовым ручным противотанковым гранатометам, а также сравним базовые характеристики большинства западных, украинских, советских и российских РПГ. В прошлой серии видеообзора мы уже очень хорошо рассмотрели сравнение украинских и российских противотанковых ракетных комплексов, а также узнали, как получение Украины из западных ПТРК и РПГ многоразового использования изменили ход войны и дали возможности украинской пехоте эффективно уничтожать российские танки и другую российскую бронетехнику. Помимо этого, украинская армия стала получать стандартные одноразовые гранатометы, например, RGW-90 Matador, немецко-израильско-сингапурская разработка, созданная на базе немецких гранатометов. Только в 2022 году в рамках одного из пакетов помощи Украина получила 8000 штук таких гранатометов. Создан он был в 2000 году. Может использовать кумулятивный боеприпас или бронебойно-осколочный хэш-боеприпас. Дальность до 1200 метров в зависимости от боеприпаса. То есть уже во многие разы больше, чем советский РПГ-7. Но при этом большинством боеприпасов эффективная дальность стрельбы составляет 500 метров. А это столько же, как и в РПГ-7. Отличие в том, что тандемными боеприпасами его дальность тоже 500 метров, а у РПГ-7 в 2,5 раза меньше, до 200 метров. При этом новые версии этого гранатомета получили новые гранаты с пробитием 600 мм за динамической защитой. А у РПГ-7 указываются 650 мм за динамической защитой при использовании, например, гранаты ПГ-7ВР. Это тандемный боеприпас. Но ее дальность в разы меньше, чем у Матадора. И это еще не все. Ведь если первые версии имели электронно-оптический прицел с лазерным дальномером, то более новые версии стали использовать более мощные прицелы. Они стали комплектоваться мощным электронным прицелом с вмонтированным компьютером, лазерным гироскопом, лазерным дальномером. А также стали использовать усовершенствованную гранату. Граната эта имеет в своем составе вольфрамовую картечь, которая должна подрываться над целью на указанной высоте и тем самым максимально поражать живую силу противника. Эффективная дальность такого РГ-W-90 1200 метров. Как видим, с таким прицелом эффективная дальность более чем в два раза выше стандартной версии с электронно-оптическим прицелом. Так что в сумме Матадор очень сильно превосходит советский РПГ-7. И это еще не все. Компания-разработчик решила пойти дальше и создать более крупнокалиберную версию этого гранатомета. РГ-W-110, то есть калибром 110 мм. И наоборот вариант меньшего калибра РГ-W-60. Рассмотрим и их характеристики. Гранатомет достаточно современный. Начал испытываться в 2020 году и в 2022. Испытания были успешно завершены. В том же году стал поступать на вооружение многих армий мира. Это одноразовый гранатомет. На нем прицельный комплекс и спусковой механизм крепятся к одноразовой трубе с гранатой. Что примечательно, его эффективная дальность ведения огня гранатой с тандемной боевой частью составляет 800 метров. Напомню, что в РПГ-7 с такой гранатой дальность составляет всего лишь до 200 метров, а пробиваемость 650 за динамической защитой. А в этом РГ-W-110 пробитие составляет более 1000 мм за динамической защитой. То есть фактически вдвое больше, чем у советского варианта. А по дальности так вообще в 4 раза дальше. Поскольку этот гранатомет стал производиться в 2022 году серийно, то его появление в украинской армии было вопросом времени в рамках помощи Германии в войне Украины против российского агрессора-оккупанта. И это еще не все. Ведь компания-разработчик Dynamite Nobel Defense решила создать ранее еще одну версию этого гранатомета калибром 60 мм. Был создан RGW-60. Он создавался именно с целью комплектования сил специальных операций, поскольку военные этих родов войск часто нуждаются в большом количестве противотанковых средств, которые им приходится носить вручную на большие расстояния. Поэтому компания разработала для них облегченную версию этого одноразового гранатомета. Теперь она весит от 5,8 до 6,8 кг в зависимости от варианта. Против RGW-90 весом 7,5 до 9,5 кг. Соответственно тоже в зависимости от варианта. То есть в целом РПГ стал меньше весить на 2-3 кг по сравнению со своими более крупнокалиберными предшественниками. Если сравнить с РПГ-7, то сам гранатомет весит 6,8 кг. Плюс тандемная ПГ-7ВР весит 4,5 кг. В сумме получается 11,3 кг. То есть новый немецкий RGW-60 весит фактически вдвое меньше при использовании такой же гранаты с тандемной боевой частью. Теперь что касается ТТХ. Эффективная дальность такой облегченной версии 300 метров тандемной боевой частью против до 200 у советского РПГ-7 с такой же боевой частью. Пробитие более 300 мм за динамической защитой. Это вдвое меньше чем у советского РПГ-7 с гранатой ПГ-7ВР, диаметр которой 105 мм. А здесь 60 мм и при этом эффективная дальность в полтора раза выше. И сам гранатомет с тандемной гранатой в два раза легче. В общем как видим зарубежные РПГ подобного класса сильно превосходят советские. И кстати мы сравнивали с мощным РПГ-7 с его самой мощной гранатой. А давайте теперь сравним с такими же одноразовыми РПГ, которые имеются в российской армии. Точнее с самыми новыми российскими аналоговнетами. Например самый новейший российский РПГ-28, который стал поступать на вооружение российской армии. Был создан в 2011 году. Имеет массу 13 кг. Калибр 125 мм. А РГВ-110 это самый новейший немецкий гранатомет. Одноразовый. Весит 10 кг. Калибр 110 мм. Длина у российского 1200 мм. У немецкого 1000 мм. То есть немецкий гораздо меньше по габаритам и по массе. И при этом мощнее и дальнобойнее чем российский аналог. Пробитие в российском РПГ-28 составляет более 900 мм за динамической защитой. А в немецком более 1000 мм за динамической защитой. То есть немецкий хоть и незначительно, но выигрывает. Но самая большая разница в эффективной дальности ведения огня. У немецкого она составляет 800 мм. Против до 300 м у российского РПГ-28. Вот и вся разница. Немецкий РПГ намного более технологичный. Имеет меньшую массу, лучшее пробитие и конечно же в разы лучшую эффективную дальность поражения целей. Также в российской армии РПГ-28 было достаточно немного. И основная масса это были советские варианты РПГ-7 и более ранние одноразовые РПГ-18, 22, 26, 27 и так далее. А там ТТХ еще намного хуже. И они еще больше уступают по большинству параметров 90 мм РГВ-90. А про РГВ-110 вообще речи не идет. В общем по состоянию на август 2022 года Украина получила порядка 8 тысяч таких гранатометов. И основная версия это были РГВ-90. Облегченных РГВ-60 было гораздо меньше чем 90 мм. А в каком количестве поступили 110 мм РГВ-110 и поступили ли вообще по состоянию на 2024 год в Украину неизвестно. Но раз они пошли в серийное производство в 2022 году, то скорее всего уже очень скоро их можно ожидать и на вооружении украинской армии. Это в том случае, если они еще не начали поступать. А про поступление их уже в украинскую армию, если не массово, то хотя бы в небольших поставках, может говорить вот этот снимок. Это украинские военные как раз с гранатометом РГВ-110. Когда сделано это фото неизвестно. Но по прохладной погоде можно говорить о том, что это или зима 2022-2023 года, или зима 2023-2024 года. Обе зимы относительно были теплыми с постоянными оттепелями, где после осадков и морозов, например недели, наступала оттепель и температура повышалась от плюс 5 до плюс 10 градусов. Следовательно, это явно холодный период, даже без наличия снега. Так вот, почему это именно 110-мм версия гранатомета? А определить это легко. У каждой из этих версий своя амортизирующая окантовка трубы с мягчающим материалом индивидуальной формы для каждой версии. Давайте сопоставим каждую версию. Это РГВ-6, посредине РГВ-90 и снизу РГВ-110. Вот посмотрите на фото формы этого амортизирующего материала трубы. Он нужен, чтобы не повреждать трубу, если положить его на пол, к примеру. Видите, у каждого гранатомета передние амортизирующие подушки разные. Также они выступают как дополнительная защита стрелка после выстрела от пороховых газов ракеты. Видите, у первых двух форма не классическая, а имеются своеобразные выбоины и впадины на этом пенопластике. И только версия РГВ-110 имеет строго классическую форму многогранника спереди, без каких-либо выпуклостей и впадин. И все это в сети показывают, все такие фото, что действительно гранатометы отличаются этими защитными обводами трубы контейнера гранатомета. И только РГВ-110 имеет классический вариант. Вот, пожалуйста, на этом фото тоже видно, что смягчающие обводы классического многогранника. А теперь еще раз посмотрим на фото украинского бойца. Как видим, труба с такими же по форме многогранниками классической формы. Это означает, что вооруженные силы Украины уже начали использовать этот РГВ-110. Может, пусть не массово, но он уже используется в украинской армии. И поступает на вооружение. А он, как показали факты, очень сильно превосходит по своим боевым характеристикам все российские. Еще бы, ведь это новейшая разработка фактически 2022 года, по факту. Еще одним из таких РПГ является шведский AT-4. Эффективная дальность до 700 метров. Пробитие более в ранних версиях более 400 миллиметров, в более поздних более 500 миллиметров. Учитывая калибр в 84 миллиметра, это довольно хороший результат. На уровне большинства гранат того же советского РПГ-7. Вот только эффективная дальность ведения огня у шведов в разы лучше, чем в советских и российских. Где дальность составляет до 200-250 метров максимум. Максимум 300. А тут, как мы уже уточнили ранее, до 700 метров. Первые версии были приняты на вооружение армии в 1987 году. С тех пор постоянно модернизировался и усовершенствовался. Это один из самых распространенных гранатометов подобного класса в мире. Наверное, самым крупным пользователем этого изделия являются США. Оборонный заказ США включал по ставку 600 тысяч таких РПГ для армии США. А далее разные страны мира, и США в том числе, продолжили дополнительно закупать эти гранатометы. Их стала получать и Украина в помощь. После нападения Российской Федерации на Украину 24 февраля 2022 года, уже 10 марта, Швеция отправила Украине 5 тысяч таких РПГ. А 23 марта того же года, еще дополнительно 5 тысяч штук. А США передали Украине 15 тысяч таких гранатометов. И это только в первые месяцы войны. Так что это один из самых первых РПГ одноразового действия, который стала получать Украина в рамках помощи Запада в борьбе с российским оккупантом. Естественно, поставки этого гранатомета продолжались и далее. И он является одним из самых массовых зарубежных одноразовых РПГ в украинской армии. В общем, многие страны стали поставлять то оружие для Украины, которое имелось у них на вооружении. Это были различные системы от далеко не новых, но эффективных в бою, до самых современных и передовых в мире. А что из одноразовых гранатометов имела армия РФ? Одним из самых массовых в Российской Федерации и Украине на момент начала полномасштабной войны был советский РПГ-18, еще известный как «Муха». Он был создан в начале 1960-х годов, а принят на вооружение армии в 1972-м. Так что, по сути, это изделие технического уровня СССР времен 1950-60-х годов прошлого века. Дальность до 200 метров. Уже ощущается разница с западными, которые во многие разы бьют дальше. А пробитие тут всего лишь до 300 мм. А порой и вовсе указывается, что до 150. Точно так и по дальности. На практике эффективная стрельба до 135 метров. Маловато как по дальности, так и по пробитию. То есть, танк в лоб не пробьет. А вот БМП остановит, повредив двигатель, к примеру. А поскольку двигатель у большинства из них спереди, то до экипажа и десанта не дойдет. Так что может разве что остановить технику при атаке в лоб. А при атаке сбоку хватит, чтобы пробить танк. Производился до самого распада СССР и потом на территории РФ до 1993 года включительно. Кстати, вместе с РПГ-22, который мы рассмотрим чуть позже. Естественно, на складах были его как новые, так и более ранние версии. И, конечно же, он активно использовался в российско-украинской войне, начиная с 2014 года. В 1980 году на вооружение армии СССР был принят РПГ-22. Он сменил там РПГ-18. Основные характеристики гранатомета остались прежними. Увеличилась только дальность с 200 до 250 метров. И мощность боевой части с пробития 300 мм гомогенной брони до 400. Как видим, танк в лобовую тоже не пробьет. Только сбоку или сверху. Тоже распространен на постсоветском пространстве и был в значительных количествах на складах Украины и РФ. Производился, кстати, в Российской Федерации до 1993 года. Но эти характеристики слишком завышены, как и с примером РПГ-18. На самом деле почти вдвое, а иногда и вдвое. По всей видимости, это результат российской пропаганды, которая то и делает, что завышает показатели искусственно. Берут их с потолка. Эти показатели были указаны в российскоязычной Википедии с ссылкой на российские источники. А на практике все иначе. Очень часто, например, в материалах украинской терроробороны и украинских военных указывается совсем иная информация. Совсем другие цифры. А ведь они массово использовали их в начале российско-украинской войны. Так что доверять нужно не с потолка взятым российским источникам, а украинским военным, которые дают правдивую информацию по паспорту изделия или из практики из боевых действий. Для РПГ-22 эффективная дальность никакая не 250 метров, как указывает российская пропаганда. Там ею и не пахнет. А реальная эффективная дальность составляет до 160 метров, почти вдвое меньше. И нет никакого пробития в 400 миллиметров, даже не пахнет им. Реальное пробитие до 200 миллиметров в два раза меньше. Зачем российская пропаганда завышает показатели, непонятно. Тем более, когда многие страны имели на складах это оружие и знали реальные его тактико-технические характеристики. Наверное, для своих масс это российская пропаганда делает. Или чтобы не показываться на фоне зарубежных гранатометов слишком отсталыми. Но вот как посмотришь в российскую язычную википедию, и реально какой-то парадокс. Что ни возьми, везде практически все показатели завышены вдвое. Какая-то прям аномальная реальность. В общем, этот РПГ-22 как противотанковое оружие слишком слаб. А вот против легкой бронетехники его еще можно использовать достаточно эффективно. Но только на ближних дистанциях, до 160 метров по факту. В 1985 году на вооружение армии СССР был принят РПГ-26. Он стал вытеснять РПГ-18 и РПГ-22. Но они по-прежнему оставались в больших количествах на складах. В нем упростили переход из боевого положения в походные. В РПГ-18 и РПГ-22, если граната была приведена в боевое положение, то вынять ее обратно уже было практически невозможным. Нужно было произвести выстрел. В РПГ-26 эту проблему решили. Также незначительно повысилась его пробиваемость с 400 мм до 440. А дальность осталась прежней в 250 метров. И снова российская пропаганда в своем репертуаре. В некоторых источниках пробитие составляет уже непонятно откуда взятые 500 мм. Хотя реально им там и не пахнет. Даже если верить тем же российским источникам изначальным, то пробитие 440 мм до 440. Просто еще многие источники, видимо, чтобы запутать людей, указывают то пробитие под прямым углом, то пробитие по нормали по отношению к наклонной броне под углом 60 градусов и так далее, к примеру. Все надо делать проще. Просто пробитие гомогенной стали. А военные уже сами будут знать, что за цель и какая там броня. И это еще не все. В тех же военных справочниках по РПГ-26 указывается пробитие уже до 400 мм. Уже даже не 440. Получается, что вот это все вранье Роспропаганды и так называемых российских военных экспертов провалилось. Они фактически сами же дискредитировали себя и свое оружие. Так как такие расхождения в характеристиках могут свидетельствовать только про их обман, сказки и недостоверные данные российских источников. И снова касательно дальности. Нет там никакой эффективной дальности 250 метров. Эта планка прицела имеет отметки на 50, 150 и 250 метров. А реальная эффективность ведения огня составляет до 170 метров. Это дальность прямого выстрела. Так что она фактически осталась прежней, как и на более ранних РПГ-22. В общем, этот гранатомет тоже имелся на складах Украины и Российской Федерации в больших количествах. В середине 1980-х в СССР начались разработки гранаты для пробития брони за динамической защитой. Был создан РПГ-27. Фактически это был все тот же РПГ-26. Просто стал использовать новые реактивные гранаты с тандемной боевой частью от хорошо известного РПГ-7В. Поступил на вооружение армии в 1989 году. Но поставляться в республики в массовом количестве не успел. СССР распался. Пробитие было увеличено за счет новой гранаты до 600 миллиметров. А значит он уже мог пробить в лобовую советский танк без динамической защиты. Минусом такого РПГ стала его возросшая длина. С 770 миллиметров у РПГ-26 до 1135 миллиметров в РПГ-27. Этот ручной противотанковый гранатомет стал производиться далее на территории Российской Федерации. Где его стали постоянно дорабатывать и усовершенствовать. Именно на основе реактивной гранаты РПГ-27 на России была создана РШГ-1. Или реактивная штурмовая граната-1. В ней стали использовать термобарическую боевую часть. Она стала поступать на вооружение российской армии в 2000 году. То есть по сути в Российской Федерации просто усовершенствовали древний советский гранатомет. И часто вся модернизация сводилась к просто новой гранате в гранатомете. И все это преподносилось для российского населения как будто бы новый гранатомет. По сути можно было название гранатомета оставить прежним, а менять название самих гранат. Но поскольку это одноразовый гранатомет, то со сменой названия самой гранаты менялось и само название гранатомета. В общем с новой гранатой в РГШ-1 эффективная дальность ведения огня осталась прежней до 200 метров. Активно поставлялись в российскую армию и использовались в российско-украинской войне при нападении Российской Федерации. РГШ-2 унифицированная с РПГ-26. То есть различия РПГ-26 от РГШ-1 и 2 в гранате внутри. В целом все остальное все идентичное фактически. Дальность до 200-250 метров была увеличена до 350. Хотя возможно тут уже за дело взялась больше российская пропаганда, чем реальные показатели гранатомета улучшенные. Ведь если ТТХ остались прежними, то и дальность должна была тоже остаться на уровне до 250 метров. А в пропаганде уже указывают 350. Также российские источники указывают, что мощность боевой части была увеличена. Как и незначительно дальность. Но доверять российским источникам нельзя. Порой там изменения только на бумаге, а по факту все остается прежним от более ранних версий. В любом случае российские источники уже успели указать, что новому РГШ-2 в мире аналогов нет. И это при том, что она была принята на вооружение армии в 2000-х. И на России уже знали про многие мировые РПГ такого типа. С более лучшими характеристиками. Так что возможно РГШ-2 действительно в мире аналогов нет. Только по древности и технической отсталости. Ведь по сути он ничем не отличается от древнего РПГ-26. По сути это и есть все тот же РПГ-26, созданный при СССР еще. Только с другой гранатой внутри. Там кумулятивная, а тут термобарическая. Вот и все. Просто для разных целей используется. И РПГ-27 тоже все тот же РПГ-26 по факту. Просто тоже с другой гранатой. Так что все это по сути варианты советского древнего РПГ-26. Также нужно отметить, что термобарические гранаты для современных гранатометов в мире далеко не новинка. Уже даже ручные гранаты термобарического типа тоже производятся. Кстати Украина их тоже производит. Например, РГТ-27. А что уже говорит про ручные гранатометы тогда? В западных странах фактически все гранатометы имеют целые семейства гранат, в том числе и термобарических. И они также поставляются в Украину. Также в Украине есть и свой РПГ с термобарической боевой частью. Это РПВ-16 или же реактивный пехотный огнемет. Созданный для штурмовых подразделений и пехоты. Ролик про этот реактивный огнемет есть на канале и вы можете в деталях посмотреть про него и его возможности. Нужно отметить, что калибр 93 мм, а длина контейнера 900 мм, то есть достаточно легкий и может легко переноситься пехотой. Масса 11 кг. Активно поставлялся в войска с 2018 года. Точных цифр про поставки нет. Известно, что одна из партий в 2018 году включала 400 таких реактивных огнеметов. На момент российского нападения использовались в обороне Украины от агрессора. Эффективная дальность огня более 300 метров, а максимальная 1000 метров. Против российского 105 мм РШГ-1 с эффективной дальностью до 200 метров и максимальной до 600 метров, то есть по дальности украинский огнемет лучше российских аналогов, так как ведет огонь в полтора раза дальше, по факту. Даже несмотря на более малый калибр. 105 мм в российском против 93 мм в украинском. По мощности боевой части украинский РПВ-16 более чем в два раза мощнее российского РШГ-1 калибром 105 мм и во многие разы мощнее, чем РШГ-2 калибром 72,5 мм. Масса боевой части в украинском комплексе составляет 4 кг, а в российском 105 мм РШГ-1 1,9 кг, то есть более чем в два раза меньше. Плюс у украинского есть еще и дополнительно осколочное действие. Как видим, украинские производители с нуля создали достаточно современный штурмовой реактивный огнемет, а в Российской Федерации продолжили использовать советские РПГ, снабдив их просто термобарической боевой частью. Как следствие, их возможности остались на том же уровне древних советских разработок. И как следствие, боевые возможности гораздо ниже современных образцов в мире. Зато на России российская пропаганда хорошо начала кричать «аналогов нет». Не посмотрел даже, что не то, что где-то там в мире есть, а что есть даже у ближайших соседей. А у соседей, как показывает практика, уже имелись серийные изделия куда получше по своим тактико-техническим характеристикам и боевым возможностям, чем эти древние российские аналогов неты. Что мы очень хорошо и показали в деталях по их базовым тактико-техническим характеристикам. Идем далее. РПГ-28. Был принят на вооружение армии Российской Федерации в 2011 году. Здесь просто взяли советские РПГ-27 и решили в них установить гранату с тандемной боевой частью. Более крупного диаметра. Если в РПГ-27 диаметр гранаты был 105 мм, то в РПГ-28 стала использоваться граната диаметром 125 мм. Естественно, гранатомет стал длиннее и боевая часть мощнее. Если РПГ-26 имел длину в 770 мм, а РПГ-27 с новой гранатой с тандемной боевой частью имел длину в 1135 мм, то РПГ-28 стал иметь длину в 1200 мм. Мощность боевой части была увеличена до 900 мм пробития, а прицельная дальность составила до 300 мм. Ну и сразу нужно уточнить, что эффективная дальность ведения огня этих РПГ составляет до 300 мм. В то время как у западных РПГ в разы и во многие разы выше. Так что, кто б там что ни кричал про аналогов нет. Но это действительно российские аналогов нет и по своим возможностям по сравнению с современными западными РПГ. В подтверждение предлагаю вам еще раз посмотреть на сравнение самого крупного калиберного и нового российского РПГ-28 и новейшего немецкого РГВ-110. То есть, как показывает сравнительная таблица их тактико-технических характеристик, российский гранатомет даже в сумме всех качеств и близко не может приблизиться к показателям немецкого РПГ, который, кстати, по габаритам намного меньше, чем российский и при этом намного эффективнее. Одна только эффективная дальность ведения огня чего стоит. У немецкого РПГ она почти в три раза выше, чем у российского. По факту российский РПГ проигрывает по всем параметрам и, соответственно, боевым возможностям. Вот вам и российский аналогов нет. И самое главное, что многие на России верят в то, в ту лапшу, что вещает российская пропаганда на уши им. Про все эти аналогов неты. Ну, это их, конечно, проблема. Мы опираемся на факты, они легко проверяются в бою, что и подтвердила российско-украинская война, где все фейки и мифы российской пропаганды военных о российском чудо-оружии вмиг развеялись с началом этой войны. Сразу же куда-то испарились. Нужно сказать, что на территории РФ есть еще один гранатомет РПГ-30. Этот РПГ имеет сразу две трубы, основную и лидирующую, в которых находятся основная и лидирующая реактивные гранаты. Основной боеприпас используется для поражения техники, а лидирующий предназначен для преодоления комплексов активной защиты техники. Например, известно, что в начале 2000-х в Украине был создан комплекс активной защиты «Заслон». К слову, это единственный комплекс активной защиты в мире и по состоянию на 2024 год, который может защитить танк или любую другую бронетехнику от бронебойно-оперенных подкалиберных снарядов. В Украине эта активная защита почему-то массового применения не нашла. Армия постоянно сокращалась. И даже после российского вторжения в 2014 году этот комплекс не нашел широкого применения в армии, по крайней мере массового. Его стали устанавливать на техники только после того, как Россия осуществила полномасштабное нападение, и то в очень ограниченных количествах. А до этого этим комплексом вооружались в основном только другие армии мира, в том числе и стран НАТО, например, Турция и Польша. В то же время в Израиле была разработана активная защита «Трофи». Она не может защитить от бронебойных оперенных подкалиберных снарядов. Но при этом довольно надежно защищает от медленно летящих целей. Например, типа противотанковых ракет и реактивных гранат-гранатометов. Вот чтобы преодолеть ее, в российских КБ решили создать гранатомет, состоящий из двух реактивных гранат. При этом в выстрел сначала выстреливается лидирующая ракета, а за ней и идет уже и основная. Лидирующая летит спереди основной и принимает на себя удар комплекса активной защиты, после чего основная реактивная граната должна была беспрепятственно поразить цель. Естественно, этот РПГ-30 готовился и для экспорта в том числе. Но на экспорт эти гранатометы так и не попали. Дело в том, что РПГ-30 был создан и испытан в 2012 году, тогда же его и приняли на вооружение российской армии. И тогда он уже мог начать экспортироваться, например, на Ближний Восток. Но в Израиле в 2012 году вышла новая модификация комплекса активной защиты «Трофи». Усовершенствовали радары и установили более мощную электронику. Как следствие, компьютер уже мог отслеживать цели и определять, где лидирующие, а где основные реактивные гранаты. И как следствие, устранять именно основную угрозу. В общем, ценность РПГ-30 с двумя реактивными гранатами была теперь сведена к нулю. Возможно, поэтому этот гранатомет остался только на вооружении Российской Федерации и на экспорт так и не поступил. Потому что странам Ближнего Востока, в частности расположенным рядом с Израилем, он оказался уже не нужен. А вот в российскую армию он попал. Известно, что в 2013 году был подписан контракт на закупку тысячи таких РПГ для российской армии. Сколько поступило на вооружение и докупался ли он потом, неизвестно. Известно, что он стал активно использоваться в российско-украинской войне. Также украинские военные получили и трофеи в виде этого РПГ-30. Его калибр 105 мм, то есть фактически такой же, как и немецкий 110 мм РГВ-110. А вот только характеристики этого РПГ-30 хуже, чем рассмотренного нами ранее РПГ-28. Потому что меньше калибр и, соответственно, меньше пробития. Также РПГ-30 имеет эффективную дальность ведения огня меньше, чем российский РПГ-28. 200 м против 300 у РПГ-28. А пробитие 600 мм за динамической защитой против 900 мм у РПГ-28. То есть этот РПГ-30 еще сильнее проигрывает немецкому гранатомету, чем РПГ-28. При этом по массе РПГ-30 и РГВ-110 уже сравнялись 10 кг в РГВ и 10,3 кг в РПГ-30. По габаритам российский гранатомет проигрывает, так как он гораздо крупнее. 1135 мм против 1000 мм у немецкого. И при этом по эффективной дальности ведения огня, вдумайтесь только, в 4 раза российский гранатомет уступает немецкому. Вот так сильно новейшие российские аналогов нет и уступают современным зарубежным гранатометам. Как видим, с получением западного вооружения украинская армия стала серьезно поднимать свои боевые возможности за счет более качественного превосходства западных образцов оружия и техники над советскими и российскими. И в следующем видеообзоре мы поговорим про автоматические гранатометы и стрелковое оружие, автоматы, пулеметы, винтовки и так далее. Отдельная благодарность автора всем, кто помогает каналу, ваша помощь очень важна. Ставьте лайк, распространяйте видео в соцсетях, интернете, пишите комментарии и ожидайте новые интересные увлекательные видео. Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok